Индустриальный район у нас граничит с хекциром нашим, и там обитают все вот такие вот животные. Семья диких кабанов, дальневосточный леопард и уссурийская тигрица с тигрятами встречают хабаровчан в новом сквере. Сейчас прогулочная зона вдоль улицы Ворошилова напоминает тайгу большого хекцира. Такую концепцию выбрали для благоустройства территории, которая долгое время была запущена, а после дождей и вовсе напоминала болото. Теперь здесь выложены брусчаткой тротуары, установлены лавочки и качели. Дай бог, чтобы оно сохранилось долго и люди не раскручили бы эту красоту. Очень приятно идти мимо спокойно, тихонько любоваться этим. Я даже умудрилась, как только открыли вот эти вот карусели, покататься на них. Ну что ж старушки не покататься, когда есть такая возможность. За благоустройство этой территории по программе формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало почти 6 тысяч хабаровчан. Благодаря этому здесь появился такой сквер. И что примечательно, все оборудование в нем от хабаровского производителя. У нас муниципальное образование, когда мы спрашивали, говорили, что надо поддерживать своих производителей хабаровских. Они говорят, что в Хабаровске дороже закупать оборудование, чем, допустим, даже покупать его в Москве, в Московской области и везти их. Ну, я считаю, что это не совсем правда. У нас здесь, получается, стоимость намного выгоднее за счет собственного производства. Сквер Большой Хекцир состоит из двух частей. Первая расположена на пересечении с улицей Суворова. Там возвышается благородный олень, который в следующем году будет утопать в цветах. Между этой площадью и прогулочной зоной находится остановка общественного транспорта и торговые павильоны. Мэр Сергей Кравчук договорился с предпринимателями, чтобы они модернизировали их в стиле нового сквера. На работу ушло порядка 9 миллионов рублей. Это инвесторы затратили на ремонт своих павильонов, на фасад, на брусчатку и на оформление остановочного пункта. Это их собственная инициатива, которую они выразили. Во-первых, это и привлекательность их в торговых мест, ну и социальная ответственность бизнеса. На благоустройство самого сквера ушло почти 30 миллионов рублей. Эти деньги выделены по программе формирования комфортной городской среды. Получение средств из федерального и краевого бюджета зависит от активности жителей города. Чем больше голосов люди отдают за благоустройство той или иной территории, тем выше сумма, которую получает город. Марина Рожко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.